Глава 15. В первых числах октября к Кутузову приезжал еще парламентер с письмом от Наполеона и предложением мира, обманчиво означенным из Москвы, тогда как Наполеон уже был недалеко впереди Кутузова, на старой Калужской дороге. Кутузов отвечал на это письмо так же, как на первое, присланное с Ларистоном. Он сказал, что о мире речи быть не может. Вскоре после этого из партизанского отряда Дорохова, ходившего налево от Тарутина, получено донесение о том, что в Фоминском показались войска, что войска эти состоят из дивизии «Брусье» и что дивизия эта, отделенная от других войск, легко может быть истреблена. Солдаты и офицеры опять требовали деятельности. Штабные генералы, возбужденные воспоминанием о легкости победы под Тарутиным, настаивали у Кутузова об исполнении предложения Дорохова. Кутузов не считал нужным никакого наступления. Вышло среднее. То, что должно было совершиться. Послан был в Фоминское небольшой отряд, который должен был атаковать «Брусье». По странной случайности, это назначение самое трудное и самое важное, как оказалось впоследствии, получил Дохтуров. Тот самый скромный маленький Дохтуров, которого никто не описывал нам составляющим планы сражений, летающим перед полками, кидающим кресты на батареи и тому подобное, которого считали и называли нерешительным и непроницательным. Но тот самый Дохтуров, которого во время всех войн русских с французами с Аустерлица и до 13-го года мы находим начальствующим везде, где только положение трудно. В Аустерлице он остается последнему плотины Аугеста, собирая полки, спасая, что можно, когда все бежит и гибнет, и ни одного генерала нет в арьергарде. Он больной, в лихорадке, идет в Смоленск с двадцатью тысячами защищать город против всей наполеоновской армии. В Смоленске едва задремал он на Молоховских воротах в пароксизме лихорадки. Его будет канонада по Смоленску, и Смоленск держится целый день. В Бородинский день, когда был убит Багратион и войска нашего левого фланга перебиты в пропорции девять к одному, и вся сила французской артиллерии направлена туда, посылается никто другой, а именно нерешительный и непроницательный Доктуров. И Кутузов торопится поправить свою ошибку, когда он послал было туда другого. И маленький тихенький Доктуров едет туда, и Бородино – лучшая слава русского войска. И много героев описано нам в стихах и прозе, но о Доктурове почти ни слова. Опять Доктурова посылают туда в Фоминское, и оттуда в Малый Ярославец. В то место, где было последнее сражение с французами, и в то место, с которого, очевидно, уже начинается погибель французов. И опять много гениев и героев описывают нам в этот период кампании. Но о Доктурове ни слова, или очень мало, или сомнительно. Это-то умолчание о Доктурове очевиднее всего доказывает его достоинства. Естественно, что для человека, не понимающего хода машины, при виде ее действия кажется, что важнейшая часть этой машины есть та щепка, которая случайно попала в нее и, мешая ее ходу, треплется в ней. Человек, не знающий устройство машины, не может понять того, что не эта портищая и мешающая дело щепка, а та маленькая передаточная шестерня, которая неслышно вертится, есть одна из существеннейших частей машины. 10 октября, в тот самый день, как Доктуров прошел половину дороги до Фоминского и остановился в деревне Арестове, приготавливаясь в точности исполнить отданное приказание, все французское войско в своем судорожном движении, дойдя до позиции Мюрата, как казалось для того, чтобы дать сражение, вдруг без причины повернула влево на Новую Калужскую дорогу и стала входить в Фоминское, в котором прежде стоял один брусье. У Доктурова под командою в это время были, кроме Дорохова, два небольших отряда Фигнера и Сеславина. Вечером 11 октября Сеславин приехал в Арестово к начальству с пойманным пленным французским гвардейцем. Пленный говорил, что войска, вошедшие нынче в Фоминское, составляли авангард всей большой армии, что Наполеон был тут же, что армия вся уже пятый день вышла из Москвы. В тот же вечер дворовый человек, пришедший из Боровска, рассказал, как он видел вступление огромного войска в город. Казаки из отряда Дорохова доносили, что они видели французскую гвардию, шедшую по дороге к Боровску. Из всех этих известий стало очевидно, что там, где думали найти одну дивизию, теперь была вся армия французов, шедшая из Москвы по неожиданному направлению, по старой Калужской дороге. Доктуров ничего не хотел предпринимать, так как ему неясно было теперь, в чем состоит его обязанность. Ему велено было атаковать Фоминское, но в Фоминском прежде был один Брусье, теперь была вся французская армия. Ермолов хотел поступить по своему усмотрению, но Доктуров настаивал на том, что ему нужно иметь приказание от светлейшего. Решено было послать донесение в штаб. Для этого избран толковый офицер Болховитинов, который, кроме письменного донесения, должен был на словах рассказать все дело. В двенадцатом часу ночи Болховитинов, получив конверт и словесное приказание, поскакал сопутствуемый казаком с запасными лошадьми в главный штаб.